В Магадане продолжается реализация федеральной программы «Дальневосточный гектар». Напомним, данный проект стартовал 4 года назад с целью освоения свободных территорий Дальнего Востока. Департамент САТЭК предоставляет гражданам земельные участки размером не более 1 гектара на человека в безвозмездное пользование, которое можно использовать для осуществления любой деятельности. Также рассматривают коллективные заявления численностью не более 10 человек. Всего с начала работы программы, это с октября 2016 года, уже подано более 370 заявлений. В текущем году подалось заявление гражданам 13. В настоящее время три договора уже подписаны, остальные находятся на рассмотрении. Большая часть территории, которая выбирается гражданами на сегодняшний день, это в районе Снежный и Снежная долина. С начала действия программы земельные участки можно было выбрать только на территории поселков Сокол и Уптар. По многочисленным просьбам горожан, доступной стала местность в районе микрорайона Снежный и Снежная долина. Владелец Дальневосточного гектара в течение года должен направить в департамент САТЭК уведомление о выбранном виде использования данной территории. По словам Ольги Тохоховой, наиболее востребованы гражданами земельные участки для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, развития туризма и сельского хозяйства. Программа «Дальневосточный гектар» пользуется спросом не только у колымчан, но и у жителей других уголков страны. За время работы проекта из центральных районов России поступило более 20 заявок, преимущественно из Москвы. Дальневосточный гектар колымчане изначально могут взять на 5 лет. За этот срок необходимо начать осваивать землю, либо приступить к строительству. Тогда гектар можно взять в аренду на 49 лет, либо оформить его в собственность. В противном случае участок заберут.